За предоставленное на тест устройство благодарим магазин Апхаус. Всем привет, друзья! Вы на appleinsider.ru. Сегодня у нас в руках планшет от компании Apple. Это iPad, iPad Pro, небольшой iPad Pro, а маленький iPad Pro. Зачем он нужен, для чего компания его создавала, кого он призван заменить и вообще какая у него ниша на рынке среди устройств Apple. Давайте разбираться! Итак, все мы знаем, что компания Apple это производитель устройств с диагональю 9,7 дюйма. iPad Pro здесь, в общем-то, является, вот этот вот конкретный iPad Pro является сейчас флагманом линейки, флагманом компании. Он очень шустрый, он безумно быстрый и нареканий к скорости работы, пожалуй, ну, у меня, по крайней мере, не возникает никаких. Призван ли он заменить собой Air 2? Нет, компания Apple не убирала с рынка Air 2. Он стоит дороже, чем Air 2, причем в российских реалиях это порядка 9 тысяч, а так в среднем, ну, порядка 200 долларов. При этом Air можно взять на 16 гигабайт, а у этого минимальная конфигурация это 32 гигабайта. То есть, опять-таки, на рынке их стараются разнести по разным нишам, по разным углам. Но компания Apple, в принципе, молодцы, просто потому, что они сделали в маленьком корпусе, да, пускай слегка упрощенный, но то, что они показывали в прошлом году, вот такой вот огромный, здоровый совершенно, с четырьмя динамиками, мощный на 9х, с четырьмя гигабайтами оперативной памяти, iPad Pro 12.9. Наверное, так его стоит называть, ну, или iPad Pro 2015, можно и так сказать. Так вот, по сути, эти два устройства в производительности практически равносильны. Для тех, кто любит у нас синтетику, можем вызвать вот как раз бенчмарк Antutu. 159 920 баллов набирает у нас данное устройство, и оно лишь немного отстает, пожалуй, от данного большого планшета, который набирает там 169-170 тысяч. Несмотря на то, что здесь 2 гигабайта оперативной памяти, это меньше, чем в iPad Pro, но при этом по производительности, по скорости работы, по всем, ну, наверное, по всем параметрам данное устройство на чипе A9X является, ну, практически ультимативным решением на iOS, и быстрее, наверное, вы на рынке ничего не сможете найти, ничего не сможете взять. Что касается игр, то, естественно, все идет без каких-либо промедлений, лагов, чего-то подобного. Этим устройством очень хорошо. В общем-то, можно выбирать любые приложения, прекрасно справляется планшет и с тем самым стилусом Apple Pencil, который спаривается, если вы воткнете его Lightning Connector в Lightning Connector, все довольно сложно. Но, в принципе, вот художник из меня от слова на букву Х, поэтому я рисовать, наверное, не буду утруждать вас своими каракулями, но просто продемонстрирую, что прекрасно справляется с взаимодействием с Apple Pencil, iPad Pro маленький. В принципе, все, что мы будем использовать на экране данного планшета, оно все способно отображаться максимально правильно для текущих условий. Для этого я, пожалуй, перейду в экраны яркости. Есть Night Shift, есть автояркость, это само собой, но есть также режим, так называемый True Tone с датчиками, который позволяет адаптировать. Оп, адаптировался дисплей, я думал, камера сможет передать то, что дисплей изменился. Сейчас я снова его выключу, экран похолодел, включу. Экран слегка потеплел, потому что в студии у нас освещение достаточно теплое. И если вы будете использовать его для каких-то профессиональных целей, для просмотра тех же самых, я не знаю, фотографий, то, наверное, пожалуй, для вас окажется довольно удобным именно данная конкретная функция этого дисплея, потому что всегда в любых условиях, всегда оттенки будут выглядеть ровно так, как и должны быть. Вот, кстати, вы видите, фотография слегка дергается, это потому что он поддерживает еще и Live Photos. Но это мелочи, у нас здесь 12-мегапиксельный модуль, который, похоже, точно такой же, как у нас установлен на 6S, на 6S Plus и, наверное, на iPhone SE. Камера, да, слегка выпирает, но зато есть вспышка True Tone в дополнение к дисплею True Tone. И, знаете, снимает эта камера просто восхитительно, просто потрясающе. Я был очень удивлен, когда взял его в руку и начал использовать именно как фотоаппарат. Мы приложим обязательно и в текстовом обзоре, и к видео то, как снимает данное устройство. Снимает оно действительно потрясающе для iPad, для планшета тем более. Ну и еще немножко касательно камеры. Это то, что изменили, наконец-то, разрешение еще и фронтальной камеры. Теперь это 5 мегапикселей. Вот Стас, да, Стас здесь, Стас есть. Вот мы его сфотографируем. Стас доволен тем, что изменили, наконец, разрешение. На самом деле, этот планшет действительно можно называть Pro-версией планшета от компании Apple. Еще и за счет того, что повторили фишку с четырьмя динамиками. То есть у нас появляется полноценное настоящее стерео. И так же, как TrueTone отрабатывает ваше освещение, динамики понимают, в каком положении у вас находится планшет. В вертикальном или в горизонтальном. И, соответственно, распределяют каналы именно в этом соответствии. Это действительно здорово. Если вы любите как-то мультимедийно, скажем так, развлекаться. Вот, например, смотреть новости на appleinsider.ru. То, соответственно, в зависимости от того, как вы держите планшет, все будет работать именно так, как и должно работать. И это действительно здорово. Кстати, что стоит сказать еще, после того, как нам представили большой iPad Pro. Вот я даже взять его сейчас не могу в руку. Вот он здоровый, огромный. Можно даже просто для демонстрации приложить один к другому, чтобы понятно было, что большой Pro и маленький Pro это абсолютно разные Pro. Так вот, уже перестало казаться, что большой iPad от компании Apple это действительно большой планшет. Потому что если раньше воспринимался компактным действительно миник, то этот я теперь уже могу практически убрать в карман-куртке. Ну, там карман, правда, закрываться не будет. Но, тем не менее, данный планшет является очень интересной вещью. Вот, кстати, повернул я себе его левой гранью, левым торцом, и обнаружил тот самый магнитный коннектор, который у нас появился впервые в большом iPad Pro. Это, соответственно, позволяет данному устройству соединяться с клавиатурами и использовать его в качестве рабочего некого решения. Компания Apple на презентации рассказывала уже нам, что можно будет использовать данное решение, данное устройство вместо неких устаревших PC, вместо неких устаревших компьютеров, о которых нам рассказывали уже. Так вот, то есть, работать в дороге с текстами. Вот у нас на фоне лежит MacBook MacBook, MacBook 2012 года, и, в принципе, данный предмет, данный планшет от компании Apple должен будет его заменить в ряде каких-то простых, может быть, несложных задач, работать с документами, но, тем не менее, он на это способен. Он также способен стать отличнейшей игровой машинкой, как мы уже показали. Вот, даже не перезагружались, просто резюм, и продолжаем ехать из игры, из приложения в приложение, несмотря на то, что здесь всего 2 гигабайта оперативной памяти, в отличие от старшего брата. Но, тем не менее, данный планшет может стать, пожалуй, самым интересным, самым выгодным предложением сейчас, которое делает Apple. Единственное, что стоит сказать, залапывается он точно так же, как и все предыдущие собратья этого iPad. То есть, протирать его нужно будет в обязательном порядке, потому что отпечатки пальцев – это рай для дактилоскописта. Но, тем не менее, данное решение является очень и очень неплохим. За предоставленное устройство поговорим в магазин uphouse.ru. Ну, а у нас тогда все. Это был appleinsider.ru. Пока!